Так что, если хочешь научиться делать вот так 20 раз, то смотри внимательно. Видео будет разделено на три части. Сначала я расскажу про технику безопасности, чтобы уберечь тебя от травм. Затем расскажу про различные подводящие упражнения, которые позволят тебе набраться сил, если пока ты не можешь делать обычные подтягивания. И в конце дам несколько полезных советов. Тайм-коды будут в первом комментарии под видео, так что можешь сразу переключаться на ту часть, которая тебе интереснее всего. Два ключевых параметра при выполнении любого упражнения – это эффективность и безопасность. В зависимости от того, насколько большие результаты приносят упражнения за единицу времени, они могут быть либо более эффективными, либо менее эффективными. Например, если твоя цель – накачать спину, то выполнение обычных подтягиваний будет более эффективно, чем выполнение австралийских подтягиваний. Также упражнения отличаются в зависимости от того, насколько вероятно получить травму при их выполнении. Например, плеометрические отжимания будут более травмоопасными, чем обычные, потому что появляется ударная нагрузка на наши запястья. И поскольку в подтягиваниях задействуется один из самых подвижных суставов нашего тела – плечевой сустав, то очень важно следить за техникой выполнения этого упражнения. Во-первых, начинать движение необходимо с отведения плеч назад и опускания их вниз. Именно в таком положении они должны находиться в течение всего подхода. И если тебе уже на этом моменте становится сложно, то вместо обычных подтягиваний следует перейти к более простым их вариантам, которые я покажу во втором блоке. Во-вторых, движение должно выполняться по естественной траектории, без каких-либо резких дерганий или рывков. В-третьих, в процессе подтягивания нужно следить за тем, чтобы спина не округлялась. В противном случае лучше использовать более простые варианты этого упражнения. В-четвертых, нужно все время держать мышцы в напряжении, как при движении вверх, так и при движении вниз, и никогда не бросать себя вниз на плечевые суставы. В-пятых, вдох осуществляется на расслаблении, то есть на движении вниз, а выдох — на усилии, то есть на движении вверх. При этом вдыхать и выдыхать нужно равномерно на всей амплитуде движения, а не как делают некоторые, кто задерживает дыхание и выдыхает только в верхней точке, когда подбородок оказывается над турником. В-шестых, при возникновении любых неприятных ощущений стоит прекратить выполнение упражнения и попробовать им что-нибудь поменять. Например, ширину хвата. Если же это не поможет, стоит перейти к более простым вариантам подтягиваний. Если у тебя пока не хватает сил, чтобы выполнить обычные подтягивания на турнике, то можно начать с упрощенных вариантов. Подтягивания на низкоперекладине, которые также часто называют австралийскими, это отличный вариант для отработки техники движения и для понимания того, как нужно отводить локти назад и включать спину в работу. Подтягивания с опорой – это еще один вариант подтягиваний, в котором можно распределять нагрузку между руками и ногами, постепенно подготавливая себя к выполнению полноценного подтягивания на турнике. Подтягивания с помощью резиновой петли – это усложнение предыдущего варианта, поскольку теперь ноги находятся на подвижной опоре и приходится включать дополнительные мышцы-стабилизаторы. Подтягивания с помощью партнера являются разновидностью подтягиваний с поддержкой. Если вдруг на площадке есть кто-то, кто может подержать ноги и помочь подтянуться, то этот вариант тоже можно использовать. Очень часто я вижу, как люди гонятся за количеством и готовы выполнять любые подтягивания, сворачиваясь буквально как угодно, лишь бы их подбородок оказался над турником. Но не нужно повторять их ошибок. Во время подтягиваний шея должна находиться в нейтральном положении, точно в таком же, как при обычной ходьбе. И не нужно пытаться ее вытянуть, лишь бы только подбородок оказался над перекладиной. Смысл подтягивания не в том, чтобы удлинить себе шею, а в том, чтобы прокачать мышцы спины и рук. Если вдруг силы ваших мышц не хватает и подбородок оказывается немного ниже перекладины, то не нужно переживать по этому поводу. Будете тренироваться, сила придет, и подбородок окажется выше. Очень часто для новичков в подтягиваниях ограничением является не сила мышц спины, а сила мышц рук, сила хвата. И если ты замечаешь, что спрыгиваешь с турника, потому что твои руки сами разжимаются, хотя можно было бы выполнить еще пару повторений, то добавь в свои тренировки отдельно упражнения на хват. Это может быть как простой вис на турнике на максимум, так и подтягивание на полотенцах или на толстых, или наоборот очень тонких перекладинах. Любые дополнительные упражнения, которые будут тренировать именно твои предплечья и силу хвата. Здесь же стоит сказать про разные виды хватов. Если ты только начинаешь тренировать подтягивания, то лучше всего выбери один единственный хват и используй только его. Я рекомендую взять нейтральный хват на ширине плеч. Это самый естественный для плечевого сустава хват, и он также является самым эффективным с точки зрения тренировки мышц спины. Мы подробно разбираем разные виды хватов и то, как они позволяют смещать нагрузку с одних мышц на другие в рамках продвинутого блока нашей полностью бесплатной образовательной программы «Сотка». Ссылку на нее я также размещу в первом комментарии под видео. Третий и мой самый любимый совет касается положения ног во время подтягиваний, потому что об этом моменте многие вообще даже не задумываются. Самый сложный вариант – это держать прямые ноги вместе, ровными, и напрягать квадрицепсы и мышцы пресса, чтобы их не болтало в стороны во время подтягиваний. Да, это намного сложнее, чем подтягиваться с расслабленными или скрещенными или согнутыми ногами. Но ведь в этом и смысл упражнения, чтобы оно давало как можно большую нагрузку, верно? Да и смотрятся такие подтягивания на порядок эстетичнее и красивее. В следующий раз я сделаю видео с разбором приседаний. Правда, для этого сначала нужно будет найти какую-нибудь фитоняшку. Субтитры создавал DimaTorzok